Ежегодно 25 марта в России отмечают День работников культуры, профессиональный праздник деятелей культуры и искусства. Цель праздника – отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны. Несомненно, прошедший год был тяжелым для всех, но больше всего от карантинных мер коронавируса пострадали работники культуры. Так как все это время они не могли организовать всеми любимые концертные и другие развлекательные мероприятия в привычном формате. Сегодня, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники культуры нашего района, Республики Адыгея, всей нашей необъятной Родины. Именно в это время, ровно год назад, в конце марта, во всем мире произошло событие, которое повлияло на жителей всей планеты. Все сферы деятельности были затронуты и, конечно, культура не стала исключением. Что принес работникам культуры? Целый год работы в совершенно новых условиях. Ну, во-первых, сплотил как никогда наш коллектив. Люди стали внимательнее относиться друг к другу, стали сплоченнее. Многие переболели, узнали не понаслышке, что такое COVID-19. Несмотря на все на это, продолжали работать, освоили совершенно несвойственные работникам культуры профессии. Например, вот часть ваших профессиональных телевизионных навыков мы освоили очень даже неплохо. Многие стали видеоинженерами, видеооператорами. Все, что мы делали, мы снимали, выкладывали в социальные сети. Ведь зрители должны были увидеть, что мы делаем весь год. Они должны были чувствовать, что все, что они привыкли наблюдать в зрительных залах, это все никуда не ушло. Это все происходит, но временно происходит в таком онлайн-формате. Мы идем в ногу со временем с нашим дружным коллективом. В 2020 году произошло немало знаменательных событий, несмотря на пандемию. Было закончено строительство Ходзинского сельского дома культуры. Был завершен капитальный ремонт казена Кужорского из ДК. В нем закипела жизнь, в обоих из ДК закипела жизнь, конечно, благодаря всем, кто принимал в этом участие. И руководству района, и управлению культурой, и, конечно, заведующим этих СДК, Бижевой Свете Аминовне и Масенко Любовь Николаевне. Жизнь в этих двух домах культуры закипела по-новому. Образовались новые клубные формирования. Привлечены, конечно, новые лица, новые дети. Жизнь продолжается. Что еще? Наши работники культуры в 2020 году в онлайн-формате одержали множество побед. Это прежде всего бессменный коллектив Натырбовского сельского дома культуры, который стал лучшим в республике Адыгея в фестивале, конкурсе «Возвращение к истокам. Путь к возрождению». В этом большая заслуга заведующей сельского дома культуры Олейниковой Зинаиды Валентиновны и всего коллектива. Спасибо им большое, что они приносят нам всегда столько побед. Также Алексей Толмачев, специалист Натырбовского сельского дома культуры, стал лауреатом в республиканском конкурсе авторской песни «Песня о республике Адыгея». Он сочинил произведение «Родимый край» и это по заслуге оценило весьма компетентное жюри. Также работники Центра народной культуры Мухаммед Табухов, Ислам Мизов, это наш народный ансамбль адыгских инструментов Макам, Мурадин Тлюпов. Они стали лауреатами еще одного республиканского онлайн-конкурса и принесли победу в нашу копилку. Аминат Вакажева, Сусана Шишева, Белла Новикова, наши вокалисты также участвовали в конкурсах и одерживали победы. Работники культуры всего района, это работники сельского дома культуры Аула Хачимзи, Альбина Обчажокова, также стала лауреатом конкурса, который буквально недавно состоялся в республике Адыгея, также в онлайн-формате. Побед было много. Если я вдруг кого-то сегодня не назвала, то на следующей неделе у нас будет проходить совещание, где мы будем награждать уже всех победителей, всех конкурсов и фестивалей по итогам только этого даже года. В общем, 2020 год и кусочек 2021 год, то есть год, вот ровно год, получается, с начала пандемии и вот до сегодняшнего момента, он прошел очень интенсивно, даже более интенсивно, чем в нашем обычном режиме работы. Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления с Днем работника культуры. Вы каждый день щедро дарите людям свой талант, свою энергию, свою душевную теплоту. Благодаря вам наш Кашихабльский район живет интересной, насыщенной культурной жизнью. В этот праздничный день примите вот самые искренние слова с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, счастья и, конечно, творческого долголетия. Натуся Кучмезова, Сергей Лапынцев, новости Кашихабльского района.